Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня в пользу броизлия. Штрэээбух! Мау! 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 Бля! Есть что-нибудь вкусненькое? Откуда? Нет там нихуя. Я из-за карантина после нихуя без соли доедаю. Тогда послушай сюда. Куда? Сюда! У меня есть хороший знакомый, который является сертифицированным специалистом в области СММ. Где ты работал? На стройке. Капец. Тогда пиши скорее Александру, ссылка в описании. Он тебя научит, как можно зарабатывать бабки, сидя дома. И успей записаться на обучение, ведь мест всего десять. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Штрээбух. Я, как обычно, озолотился на помойках. Это обзор моих находок. Ставьте лайки для мотивации мне, чтобы я рыл поглубже. 3000 лайков и я выпускаю новый обзор. Погнали! Погнали! Первая крутая находка это группа ВКонтакте «Ценный лут», в которой обычные люди показывают свои находки. Настоятельно рекомендую перейти по ссылке в описании и подписаться на эту группу, ведь это самая крупная группа с находками во всей России. Ссылка в описании. Одна из самых топовых находок за последнее время. Я нашел айпад второго поколения на 32 гигабайта. Задняя часть, в принципе, в нормальном состоянии, но вот спереди он очень жестко разбит. Из экрана со временем начали высыпаться стекла, передняя камера полностью открыта, не в стекле. Но, несмотря на экран, планшет работает и на нем даже нет никаких паролей. Я просто в шоке, братва. Это офигенная находка. Планшет, в принципе, старый, но самое главное то, что он рабочий. Можно сидеть и смотреть видосики на ютубе. Звук работает, автоповорот тоже. Все отлично. Айпад полностью рабочий. Кстати, человек, который пользовался этим планшетом, даже ничего не поудалял. Здесь есть Steam аккаунт, Twitch, Twitter. В планшете даже есть игрушки. Вообще, я в шоке от такой находки. Помойка радует, как обычно. У меня этот айпад уже заказал. Подписчик попросил положить VIP-сюрприз бокс. Первый раз в жизни нахожу коробку от iMac. iMac был топовый, с ретинодисплеем на 27 дюймов. На самом деле, это крутая находка. Коробку от iMac можно продать на авито за 1000 рублей. Внутри коробки есть пенопласт. Это очень хорошо. Так как такие коробки покупают для транспортировки или продажи компьютера. На самом деле, моноблоки от Apple это просто офигенные компьютеры. У меня когда-то был iMac, только старее версии. Нашел пылесос Maxima в своей коробке. По состоянию он почти новый. Пылесос с насадками в полном комплекте. Пылик на 1800 ватт без мешковой. Офигенный, практичный, с регулировкой мощности. За 1000 рублей спокойно продастся на авито. Спасибо помойке за такие подарки. А еще нашел нетбук от бренда Asus. Но, к сожалению, он в разобранном состоянии. С него сняли все, что только можно. Жесткий диск, батарею, а также оперативную память. Но, в принципе, я не сильно расстраиваюсь, так как матрица у ноутбука целая. А это означает то, что нетбук можно будет продать тысячи за полторы на авито. Надеюсь, материнская плата и все остальное в нем тоже работает. В общем, продам его на запчасти. Довольно-таки классная находка. Нашел крутые раскладные финские санки. Раскладываются они очень легко. На самом деле, эти санки подойдут не только для ребенка, но и для взрослого. Они большие и крепкие, офигенные. Жалко, что сейчас не сезон, продать их не получится за нормальные бабки. Но я, в принципе, не сильно расстраиваюсь. Выставлю их на авито рублей за 800. Может, кто-то и купит. Нашел геймпад для компьютера, полностью рабочий, от бренда Dexp. Проверил его через специальную программу, все кнопки работают. Положу в сюрприз бокс, хотя бы мог и себе оставить, но я не особо фанатею от игры на джойстиках. А вот это реально крутая находка. Нашел барсетку от фирмы Levis. И это, кстати, оригинал. В отличном состоянии. Вот здесь немножко грязно, но это все легко отстирается. Я просто в шоке, офигенная находка. Смотрится, конечно, как-то несуразно. Она очень большая. Я, кстати, когда нашел эту сумку, подумал, что Паль, но открыл этот карман и нашел бирку. И удостоверился в том, что это оригинал. Да и даже видно по качеству, что это ориг. Зачем ее было покупать, чтобы потом просто вот так взять и выкинуть? Вот еще нашел целую коробку находок. Первая и офигенная находка – это кеды Converse. Оригинальные, 35-го размера. В офигенном состоянии. Их как будто одевали раз пять. Новые такие кеды стоят в районе 6 тысяч рублей. Я реально в шоке от того, как люди заелись. Зачем их было покупать? Крутая находка, продам их на авито тысячи за полторы. А еще есть Wi-Fi роутер TP-Link, полностью рабочий, с блоком питания. Скорость передачи данных 150 мегабит на секунду. Такой можно будет продать рублей за 300. Туфли от бренда Etor. Стоят новые такие в районе 7 тысяч рублей. 42-го размера. В принципе, в нормальном состоянии. Продам их на авито рублей за 800. Защелка для межкомнатной двери. Абсолютно новая. От бренда Apex. В полном комплекте с ключами. Офигенная находка. Продам на авито рублей за 400. Еще один старый, но рабочий Wi-Fi роутер от бренда D-Link. Wi-Fi роутеры часто попадаются. Продам на авито рублей за 200. Модель D-Link Deer 300. А еще нашел в коробке целые духи. От бренда Creed или Aventus непонятно. В принципе, запах нормальный. Положу их в сюрприз бокс. А еще нашел прикольную находку. Это личинка в капсуле. И, кстати, она абсолютно новая и довольно-таки страшная. Внутри даже кости есть. Оставлю личинча скорее всего себе. А еще нашел в коробке Wi-Fi роутер ROS Telecom. В полном комплекте с документами. Неплохая находка. Не первый раз такое нахожу. Продам на авито рублей за 400. Нашел IP Wi-Fi камеру от бренда Vivotec. Внешнее состояние, конечно, плачевное. Скорее всего, камеру куда-то крепили, чтобы ее скрыть. Камера передает картинку через Wi-Fi или если подключить кабель интернета. Нашел ее изначально без блока питания и антенны. Все дополнил. В итоге эта камера продается на авито в районе 2000 рублей. Неплохая находка. Кстати, она может работать даже без интернета и писать картинку на SD-карту. Когда я нашел эту коробку, я просто офигел. Взял ее в руки и понял, что внутри, скорее всего, лежит телефон. Я такого не мог ожидать. Это паленый iPhone на операционной системе Java. Даже с кабелем зарядки. Кстати, состояние у него просто идеальное. Все работает. Сенсор рабочий. Мне очень интересно, кто вообще такие телефоны когда-то покупал и зачем. Кстати, PAL очень легко распознать по линзе камеры. Она там очень маленькая. Обидно, конечно, что он китайский. Я, кстати, тут подумал, что, возможно, кто-то попал в руки мошенникам. И купил подделку по цене оригинала. Самые лучшие комментарии последних видосов. А если ты хочешь попасть в видос, пиши креативный комментарий. Снимаю шляпу и склоняю колено перед своими щедрыми подписчиками. Так, в коробке тут еще есть три пожарных датчика рубеж. Каждый можно продать на авито по 100 рублей. Также нашел серебряную цепочку с поломанной застежкой. Серебро я собираю, пригодится. А еще прикольные подвесы с камнями. А вот это уже интересная находка. Это бокс с койлами для вейпа. Койлы абсолютно новые, разных размеров. Оставлю эту коробочку себе, так как у меня есть вейп. Не, ну реально круто. Мне уже их покупать не придется. Помойка мне их просто подарила. Также есть рабочий удлинитель на 6 розеток. Два оригинальных блока питания от Apple. А также кабель Lightning. Тоже оригинальный и причем рабочий. Также есть три рабочих простых пауэрбанка. С помощью которых можно телефон, дай бог, один раз зарядить. А вот этот пауэрбанк уже поинтереснее. Он от бренда Asus. Емкость неизвестна, потому что задняя крышка отсутствует. А вот это уже реально полезная находка. Это переходник с одних наушников на две пары. Нашел еще цифровой фотоаппарат в чехле. А внутри лежит полностью рабочий фотоаппарат от бренда Panasonic. В комплекте была флешка на 1 гигабайт. Я бы себе такой фотоаппарат конечно бы не покупал. Потому что нафиг они нужны. Если сейчас телефоны некоторые даже лучше фоткают, чем эти фотики. Но тем не менее, кто-то до сих пор этими фотиками пользуется и покупает их. Продам его на Авито рублей за 500. Нашел пылесос от бренда Mystery. Полностью рабочий. Офигенный. Безмешковой. Пыль и мусор скапливаются в этом контейнере. Топовая находка. Продам рублей за 800 на Авито. Нашел старый стационарный телефон. Телефоны кстати довольно таки интересные. У него вот есть такая подставка, которая регулируется. Экран у него просто огромный. В принципе он целый. Продам на Авито. Рублей за 400. Нашел два ушатанных в хлам телефона. Первый МТС разбитый в хламину. А второй это слайдер Samsung. Но вот к сожалению видно кто-то над ним жестко надругался. И здесь кстати как будто батарея потекла. Все залито какой-то жидкостью. Что с ними делать не знаю. Выделю отдельную коробку для таких телефонов. И буду их там копить. Такую швабру я еще ни разу не находил. Фишка этой швабры является то, что в емкость можно залить антисептик и обеззараживать пол. Оставлю эту швабру себе полезная для дома находка. Нашел сетевой фильтр от бренда Sven. Полностью рабочий. Но изначально не работал из-за поломанной кнопки. Но я это легко починил. Там дело 5 минут. Интересен фильтр тем, что есть датчик напряжения. А также у каждой розетки есть свой выключатель. Оставлю его себе. Пригодится для компьютера. Нашел машинку для стрижки в коробке с документами. Машинка от бренда Philips. Имеется универсальная насадка. Изначально не работала. Внутри стоял аккумулятор, который окислился. Я подключил напрямую через блок питания. Все прекрасно работает. Теперь я могу сам себя подстригать и экономить на стрижке. Нашел в своей коробке аппарат для маникюра. Вместе с ним даже были новые фрезы. В комплекте ручка и блок управления. И кстати он работает. Все отлично. Но есть одно но. Крутит он только в одну сторону. При переключении в другую сторону крутить не хочет. Нужно разбирать, смотреть что внутри. Возможно просто сломалась кнопка. Попытаюсь починить, а потом продам на авито рублей за 400. Нашел рабочий, но ушатанный в хламину перфоратор Hammer. Он весь в цементе, в краске. Видно работал на стройке прям до последнего вздоха. А потом его выкинули. Так самое интересное то, что он еще работает. Но когда переключаю его, чтобы он в другую сторону крутился, он издает странные звуки. Можно в принципе его перебрать, смазать. Возможно будет все окей, он заработает. Судя по состоянию, просто его никто не обслуживал, никто за ним не следил. Выставлю его на авито в таком состоянии рублей за 900. Возможно кто-то и купит. В принципе он рабочий. Нашел полностью рабочие часы Mi Band 1. Они с пульсометром, а точнее Mi Band 1 пульс. В комплекте есть желтый ремешок и зарядка. Ну кстати она не от этих Mi Band, но если постараться его посильнее запихнуть, он заряжает его. Скачал приложение Mi Fit, проверил, все прекрасно работает. Шаги измеряет, вибрирует при звонке. В общем полностью рабочий фитнес браслет. Нашел в своей коробке Samsung Galaxy S6 на 64 гигабайта. И кстати тут даже ценник есть, кто-то его покупал за 13500 рублей. Кстати коробка какая-то подозрительная, какая-то вообще некачественная. Опа, братва, я просто в шоке. Помоги кормят как обычно. Судя по линзе камеры видно, что она нормальная. Телефон вообще в принципе в хорошем состоянии, на вид целый. Вот только вот здесь есть небольшая трещина. Телефон подает все признаки жизни, но из-за этой трещины на экране скорее всего он и не работает. Но снизу кнопки загораются и это в принципе хорошо. По идее телефон можно восстановить, если поменять экран. Помойка порадовала, но в то же время и расстроила. Нашел абсолютно целый рабочий бинокль от бренда Tasco. Увеличение 20 на 50. Стекла целые, все отлично. Бинокль увеличивает, я его уже брал на шашлыки, протестировал. В принципе можно наблюдать за соседями, но я не фанат этой темы. Продам на авито его за 1200 рублей. Нашел прибор с помощью которого делают дырки в одежде. Я как-то раз ходил в ателье, мне с помощью такого прибора делали дырки в кожаном ремне. Нашел в помойке самый крутой телефон на андроиде, который был вообще когда-либо в моей жизни. Это телефон Honor модель Play. Я его уже протестировал, все работает прекрасно, телефон очень шустрый. Оставлю его себе для работы, просто офигенный телефон. Возможно даже слишком хороший для второго телефона. Правда не совсем удобный, экран очень большой. Невозможно дотянуться до верхнего края дисплея. В стройной памяти 64 гига. Этот телефон считается самым бюджетным игровым смартфоном на рынке. Стоит он новый в районе 12 тысяч рублей. Есть сканер отпечатка пальца, двойная камера. Единственный минус этого телефона это разбитый экран. В будущем планирую экран поменять. Меня еще прикалывает эта монобровь как в 10 айфоне. Я можно сказать просто счастлив от этого телефона. Самое крутое что он мне достался абсолютно бесплатно. Кстати этот телефон я нашел на стриме. Подписчики были просто в шоке. Телефон просто летает, лагов нет никаких. Я в шоке от такой халявы. Помойка радует как всегда. Я помойки вообще обожаю. Не ну реально топовая находка которая будет приносить мне деньги. Так как я этот телефон буду использовать для продаж на авито. Нихера себе смотри. И че роутер блять? А ты его разбомбил ногами. Нет он целый. Офигеть. Так он нормальных бабок стоит. Братва. Всем спасибо за то что досмотрели это видео до конца. Я знаю вы самые лучшие. Посмотрите вот эти видосы если не видели. И обязательно подпишитесь на мой канал. А ссылка на Александра который вас обучит СММ в описании. Ведь профессия СММщика очень офигенная тема. Можно сидеть дома и реально зарабатывать просто настраивая кому-то рекламу.